Выступление главы ФРС оказало давление на американский доллар, после чего он стал терять свои позиции. Джанет Йеллен не дала никаких указаний о возможности роста процентной ставки на декабрьском заседании. Но американская валюта не торопится покидать место под солнцем и постепенно корректируется. Спрос на доллар США по-прежнему высок, так как позитивные данные по рынку труда США, опубликованные на прошлой неделе, все же дают надежду на возможность поднятия процентной ставки ФРС уже на декабрьском заседании. Сегодня в центре внимания участников валютного рынка выход макроэкономических данных США. По всем показателям ожидается прогноз от экономистов относительно роста индекса цен производителей и индекса розничных продаж. Предыдущий показатель объема розничных продаж составил 0,1%. Рынок ожидает более уверенного роста показателя – до 0,3%. Но, скорее всего, фактически данные не дотянут до прогнозных значений, что приведет к ослаблению американской валюты. Также сегодня валютный рынок отрабатывает новости по ВВП еврозоны и крупнейших экономик из состава валютного блока. По итогам третьего квартала реальный ВВП вырос на 0,3%. Вышедший показатель может привнести изменения на валютный рынок, решив судьбу евро.